Когда человек жалуется на беззащитность, он на самом деле ожидает, что придет кто-то, кто поможет ему с его проблемой справиться. И действительно есть такие доброходы, которые вовлекаются, помогают и так далее. Но здесь важно, чтобы, что называется, коня был корм, потому что если вы помогаете, а человек не может распорядиться, вы же не можете за него все сделать, вы же не можете за него решить вопрос с его плохими личными отношениями, с его проблемами на работе, с его самореализацией. И даже если вы предлагаете какие-то возможности, когда вы стараетесь от всего сердца, это совершенно не значит, что человек воспользуется вашей помощью. Он вполне может считать, что все должно как-то само случиться. Вы же пришли на помощь, вы уже помогаете, ну так как бы сделайте дальше, сделайте следующий шаг. И если мы хотим справиться с каким-то чувством собственной беззащитности или уязвимости, первое, что должны понять, что кроме нас самих никто нам системно помочь не сможет. Нам могут подсказать, нас могут поддержать, нам могут дать какую-то возможность, но решать задачу должны будем мы сами. И вот это внутреннее ощущение того, что да, у меня есть, как бы сказать, слабые звенья, так сказать, в моей цепи, но при этом кроме меня все равно эту задачу никто не решит, это уже делает человек сильным. Да, еще не все решено, да, возможно, еще много чего нужно делать, но он уже достаточно силен для того, чтобы помощь, которую ему предлагается, использовать. Вот, а просто причитания, которые у человека ни во что не превращаются, в действие не реализуются, это роли жертвы. И, к сожалению, к счастью, к сожалению, не знаю, но так уж дела обстоят, что жертвы не смогут добиться многого в жизни, и все это все равно кривая дорога. Субтитры создавал DimaTorzok